Я сказал, что он имеет право разбить мой телефон, потому что я его снимаю. Вы не имеете право снимать. А я тоже право, да, ты меня... Ты чё охренел? Ты чё охренел? На Деду Морозу напался? Ты чё охренел? Ты чё охренел? На Деду Морозу напался? Что вы делаете? А, вы-то все такие толчки, да? Такие симпатии. А вы гомосексуалисты? Вы зачем трогаете мужчину? А вот эти вот люди очень интересные. Мне так они нравятся. Но вы гомосексуалисты, а не вам нравятся? Мужчины, да? Вы сейчас меня оскорбили? Я спросил у вас гомосексуалистов или нет? Нет, вы оскорбили меня. Я спросил у вас второй раз. Вы меня оскорбили сейчас. Для меня это звучит, как оскорбление. Вы плохо относитесь к гомосексуалистам, то есть, да? Для вас это оскорбление. То есть вы дискриминируете народ на гомосексуалистов и охранников, правильно? Вы по-разному к ним относитесь. Я вот одинаково отношусь к гомосексуалистам и охранникам. Да, я тоже. Я Дед Морозов не навел. С Новым Годом вас! С Новым Годом! С Новым счастьем! Подародите, вы с кем? С собой. Деда Собственная губа у нас не допускает Деда Мороза. А я не Деда Мороза, я просто человек. А он всегда такой? С кем вы, с кем? Что с кем? У вас друг поедет? Нет, мы просто идем покупать подарки. Подародите. Друг, смотри, это друг. Дедушка Мороз, это друг, не бойся его. Дедушка, пойдем, я знаю. Дедушка, давай, проходи. Дени, мужчина, я не знаю, кто. Я, к сожалению. Здравствуйте! Подародки нам принес. Поздравила полицию. Дедушка, а будет Новый Год, да? Где? 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 И даже палец прощемили, представляете? Правда? Не хочу. Новый Год, а вот. А мы идем спрашивать с того охранника, который тебя бил, да? Да, сейчас найдем это место, где-то оно здесь пропустится. И будем принять. Сейчас дедушка с него спросит. Какая вот поддержка со мной. Сколько ребят. Вот так мы идем защищать Бориса. Спрашивать с охранника, по крайней мере. Вот тут это было, да, Борь? Да. Здравствуйте! 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 А где у вас тут самый беспредельный? Вы не кидаетесь на людей? Нет? Беспредельный. Да, вы за извинениями пришли? Конечно. Можете, я не могу вам рассказать? Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Кто нападает у вас на граждан, на посетителей, пускай вот извинятся, придет. Салпачок Деда Мороза, да? Классный кадр. А вы не бьете людей, я так понимаю, за то, что я снимаю. Не бьете? Ни в коем случае. Это хорошо, не бьете. В тюрьму не хочется? Или просто добро? Просто не бьем. Ну, правильно. Для чего это? Не знаю, вот ваш коллега вот избил вот этого человека несколько дней назад. Да, вообще, по приколу. Сейчас подойдет администратор, конечно, сейчас все объясним. Просто подарки тоже мы пока посмотрим, ладно? Конечно. Так, ребят, смотрите, это прям небо и земля отношения. То есть перед этим я сюда, когда заходил, у меня прям со входа в грубой форме, ты вообще кто-то, чего. То есть сейчас смотрите, да, да, конечно, сейчас будет администратор, пожалуйста. Так, ты опять меня снимаешь, когда я речь говорю. Опять он меня снимает, а? Сейчас подождем администратора, собственно, попробуем. То есть это очень сильно отличается от человека, который... А да, он что-то там запрещает. Да, что-то там запрещает. Что-то там запрещает. Но сейчас мы переучим и едать. Ого, а то да. А сколько это все стоит? Скажите, пожалуйста. Там есть они. Ой, ой, ой. Нет, у меня просто, конечно, такие идеи. Ой. Дедушку подари на Новый год. Вы чего не будем? Ты, кстати, у него подарки не принес. 250 кошерей. Так, дедушка, у тебя валидол есть? Ого. Эту брать я не буду. А я же тебе говорил. 335 тысяч, говорят, сумочку брать не хочу. А Деда Мороза скидки есть? Нет, у нас не бывает таких компаний. Ой, подождите, сейчас... А вы изобьете человека? А давайте вы просто опять людей изобьете и все. А вы избиваете людей за видеосъемку? Кирилл, куда же вы пошли? Если вы не будете разговаривать с Дедушкой Морозом, Дедушка Мороз вам подарит фемос там какой-нибудь, геморрой. Охранник там что? Он на меня напал? Кого, брата? Напал? Выходи в телефон. Эй, бородатый. Ты сказал, что он имеет право разбить мой телефон, потому что я его сниму. Вы не имеете право снимать. А я тоже бородатый. Ты что, охренел? Ты что, охренел? На Деду Морозу напал? Ты что, охренел? Ты что, охренел? На Деду Морозу напал? Ты что, бессмертный, что ли? Желаю тебе в новом году геморроя и прочее. Все, пытался выхватить камеру. Офигел. Свои лапы оставил вообще. Обезьянье. Офигеть. На Деда Мороза напали, да? Вот этот, который добрый. Вот только что, я здесь один ходил. Пойдемте вниз, пацаны. Подожди, который... Да. А вы тут охранника такого бородатого не видели, как у меня, только такого черненького? Нет? Не пробегал? Ну ладно. Мы сами надеем. Не, ну мне если он не может побегать. Вот он, да. Вот он, вот он, пацаны. Стоять! Стоять! Э, куда побежал-то? Стоять! Давайте, не отставайте, пацаны. Я убежал, я не знаю, что я сделал. О, он убегает. Вон он пошел. Уходит. Все, убежал, снулся. Скрылся. Не мужчина, да, наверное? За свои поступки не отвечает. Как девочка убегает, да? Убежал, да? Да. С Новым Годом вас! Осторожней, тут нападают на Деда Мороза. И на людей тоже нападают. Так что, осторожно. Пожалуйста, мы не снимаем в нашем магазине. А почему ваша охрана нападает на людей, скажите, пожалуйста? И на Деда Мороза? Вы на вопрос ответите хотели? А можем не выходить? Можем выйти, можем выходить. А на телефон можно? Мне кажется, мы уже сталкивались с этой ситуацией. Его избили, да. Его избили за это. Его избили за это. И что дальше? Кстати, администратор, подождите. Мы вам сказали, позовут администратора, пригласят этого охранника и он извинится. Разве это не так? Вы пригласите охранника, он пускай извинится, да и все, по-моему, будет исчерпан. Извините. 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 Вы наш друг. Это тоже вас избивал, да? Что? Вы меня обвинить хотите? Ну, он вас избивал? Вы сейчас меня в чем-то обвинить хотим. Молчи пока, пока взрослые говорят, да? Молчи пока. Да. Пока. Потом когда будешь говорить, я спросил. Как дедушке морозе, морозе так грубишь. Ой! Грижу геморрой тебе в Новом Году, а? Если ты дедушке морозе грубишь. А давайте мы у него удостоверение спросим. Так что? Билл он тебя? Ревите, пожалуйста, про удостоверение частного охранника, а также личную карточку охранника. Я гражданин Российской Федерации. Дальше, соответственно... Борис Константин. Будьте добрым наряд. Увольте друга. Друга человека, срочно. Я так просто не мешаю людям, посетителям, продавцам. Жвачку жевать вот этому другу мешает. Да, да, да. Только побыстрее бывает. Да, а то... Кстати, хочу сразу вас ознакомить. Посмотрите сюда. А, вы-то все такие толчки, да? Такие симпатии. А вы гомосексуалисты? Вы зачем трогаете мужчину? Вы же гомосексуалисты или нет? Ответьте нам хотя бы. Вот, охранник стоит, нормально все. Все нормально по-человечески. А тут сейчас кто-то работает? Зачем вы щупали меня за задницу? Зачем вы щупали меня за задницу? Смотрите, мы живем живое. Зачем? Зачем? Я стоял спиной, как я промокирую тебя. Я не вставать на все, что я не хочу. Скажите, чтобы все люди знали, кто это был. В чем провокация? Давайте все живут. Снимайте все. Вот, уже хорошо. Прогресс. Прогресс наступил. А раньше-то это морду здесь били. Чавку, я жвачку. Кто сказал чавку? Вам какое дело, что я чавку? А мне неприятно. Ты за это грыжу геморрой получишь в этом году. А мне неприятно, что вы мне снимаете на камеру. Можешь уйти отсюда, тебя никто тут не держит. Можешь? Можешь сам уйти. Могу. Спасибо, что сказал, капитан Очевидность. Зачем? Я не хочу. Да, Борис. Слушай, дедушку обычно все зовут. Да. Дедушка, как, как, как. Новый год вообще. Борис, а вот он убил тебя в прошлый раз? Да нет, там, по-моему. Нет? Я еще не все видеозаписи пересмотрел. Но он там был, да, в конфликте участвовал? По-моему, да, там был. Я посмотрю все на видеозаписи. Да. Пиши, посет. Так, человек, вы охранник? Скажите, мне, пожалуйста. Удостоверение я у вас требую предъявить. Я Дед Мороз. Ну дальше. Удостоверение хочу у вас. Кто такой? Дед Мороз. Ну, что вы хотите от меня? Удостоверение ваше. Удостовериться в том, чтобы охранник настоящий. Я понимаю, что охранникам нужно повторять по несколько раз. Я, Дед Мороз, требую у вас удостоверения. Он сживал. Частного охранника. Да вы хоть завтра 100 человек сюда придите. Придем обязательно. Раз приглашение... 200 приходит. Придем, придем, вы не волнуйтесь. Привоцировать. Мы хотим удостоверение ваше посмотреть. Сколько перепугаем? Законов Российской Федерации. Где эти законы? Вы их читали? Да. А вы их должны были учить и экзамены сдавать. А выйти на «вы» уже начали. Вы это охранники. Даже вот олень бы понял. Да, вот мой олень, он очень умнее вас, я думаю. Без флоскоса. Я думаю, олень. Молодец. Это уже прогресс еще один. Он думает. Это хорошо. Раньше я не замечал. Раньше я не замечал, что можно снимать. Да, до этого мы хотели... Ну, правда, думать нельзя. Это неправильно, но хотя бы... Ну сразу разручь шаблона, да, ошибку веру. Такая шаблона. Ну что, он тебя не разрушил. Анимация будет, ребят, на экране. Слушай, напоминаю, вы для себя снимаете там. Я уже с вами. Я на вас выписал заявление, чтобы вы меня выставили в YouTube. И что, чем закончилось? Ничем. Чем закончилось? Ну, чем закончилось? На бутылку посадили его? Или чем? Чем закончилось-то? Жвачку вызвали. А где меня вот лазать? Че ты присталкиваешь? А че, на работе нормально жвачка и чавкать? Это мое дело. Двое? Да, рейс. Ну, привык человек во рту что-то держать. Ну что ты? Слушай, лучше пусть чавкать, чем воняет. Слушай, че ты пристал бессить? Просто кто с нами не вежлив, с тем и мы не очень добры. Вот, вы поняли? У меня вообще по барабану. У вас барабан с собой? А, ты? Раснимите. Да не спровоцируйте вы. Не спровоцируйте, барабан покажите. Вот скажите, пожалуйста, почему на вас направлены... А, ну мы пригласили, здесь человек спросили. Давай. Слушайте, а почему вот, как вы думаете, с вами вот все сейчас ведут диалог, а вот с этим человеком нет? Глядите со мной. С вами приятно. Нет. Так просто нам с вами неприятно общаться, а вот этот человек ведет себя нормально. А вы тут пришли, что-то начинаете раскачивать ситуацию какую-то. Требовать, хамить, дерзить. Что требовать? Оскорбительно не соблюдать законодательства нашей страны. Да, меня тоже оскорбляет такое поведение охранника. Какое? Который нарушитель просто. Нарушитель чего? Нарушитель какой-то, я бы, наверное, полагаю. Я вам что, препятствия куда-то пройти или что? Да. Куда? Всех выйти, кто пригласил. Я сказал им выйти. Вы уж так, а что вы? Вы же записываете. В нашу добрую магазинную среду записываете. Я такого не говорил. Ну, а я навожу там. А, ну ты этого не занимаешься, я навожу там. Я с монтажей, я нарежу там. Нет, я уверен. Ну, вовсе. Вы знаете, я специалист этого дела. Так что говорите, говорите, я все слова потом перережу на оборот. На монтажей. Да, давай. Фотография бесплатная, если что. Фотография бесплатная, если вы хотите сфотографироваться с Дедом Морозом. А как же я? Я же здесь. А я к ним обращался, попал, чтобы... Будет администратор, а нет, уже прошло. А где книга? У вас тут случилось? Да. Я хочу еще книгу отзыв писать, ведь... А вы нет магазина не дали. Ну вот, он тогда еще заявление на данный магазин. Он говорит, что он отсюда. Магазин Комовский. А, так сказать, это не отсюда. Так он врет? Он врет. Нагло вот сидит и сцит в глазах ему глаз. По носу глаза. Да, зачем вы этим занимаетесь? Не занимаетесь этим? Прожевачку. Прожевачку. Да, ну че, ну эти. Я бы все сказал. Да все уже. Да ладно, неинтересно. А чего вы так реагируете-то? На вас? Да не на нас. На вас я уже... Вам я уже привык. Кто-то искал про жевачку. А вот эти вот люди очень интересные. Мне так они нравятся. Странно. Так вы гомосексуалисты? Мужчины вам нравятся или что? Ну вы такие на самом деле куполадные, ребята. Ну вы гомосексуалисты, а не вам нравятся? Мужчины, да? Вы сейчас меня оскорбили. Я спросил у вас гомосексуалистов или нет? Нет, вы оскорбили меня. Я спросил у вас второй раз. Вы меня оскорбили сейчас. Для меня это звучит как оскорбление. Ой. Вы плохо относитесь к гомосексуалистам, то есть для вас это оскорбление? То есть вы дискриминируете народ на гомосексуалистов и охранников, правильно? Вы по-разному к ним относитесь. Я вот одинаково отношусь к гомосексуалистам и охранникам. Да, я тоже. Я Дед Морозов ненавиден просто. Да ненавидьте, пожалуйста. Ну что, едут они, а? Ну а то у меня терпение-то не железное. Ну что они едут, а пацаны в натуре? А что ты к лесенке-то пошел, чтобы убегать быстрее был, да? А с вас? Да я вас вообще ни одного не боюсь, человека. Ни одного? Вообще ни одного. А всех вместе боишься? Всех вообще не боюсь. Всех даже, да? А почему? Он проходит просто мимо. Нет, вы как муль видели? Это самый дружелюбный человек. Не мешайте проходу посетителей магазина. Давай-давай, снимайте. Снимайте. Посетителям не мешайте, вы удалитесь отсюда, не мешаете. А можно пруться? Конечно, проходите. Можно пройти? Да, вам можно. Вам можно. Вам можно. Спасибо. Так что проходите. Делайте акцент на это. Будете командиром? Да. Ролик назвать царьком, да? Как хотите назвать. Царь-друг, да? Царь-друг. Царь-друг. Да, давайте. Да, пожалуйста, проходите. С Новым годом вас. Ну, давайте. Может быть, он надумался, этот товарищ. Кто? Вот этот вот товарищ. Может быть, он предъявит удостоверение все же. И прекратил свои противоправные действия. Вы уверены? Уверены. А вы как получали лицензию? Если вы в YouTube хоть раз были, но вы должны уже какой-то ролик посмотреть про дуболомов из ЧОПов, да? Которые вот так вот отвечают. Ничего я вам предъявлять не буду. Не будьте, я вижу, что вы обязаны. Отказывайтесь. Да, вот, дайте третий попытка. Ау. Хватит двух, да. Ну? Да нет, здесь мы... Как там ЧОП Метрополис административку получил и закрыл сюда. Вы подставляете группу быстрого реагирования. Друг. О, смотри, 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 вышел, вышел, смотри. Светительные борода. Борода, да. Борода согревает холода. Вон, суренец. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, обязательно. Селфи? Нет, нет, нет. С Новым годом. С Новым годом вас. А вот друг. У нас для этого друг специалист. Вы зачем? Каким людям? Я не заметил здесь людей. Да вы что? Друг. Скажи мне, милый мой друг. Вот этот, говорят, тут вот этот человечек... Не, 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 меня. Вот тот, тот. А, нет, извиняюсь. А, тут... Нет, нет, нет. Что? Нет, нет, нет. Никаких, кто-то из... Я всегда могу из... Вот, смотрите, вот когда... Вы же сказали, снимайте сколько угодно, да? А когда вот это вот с бородкой... Вы существуете, да? Ну, не, подставай, человек заказ. Он работает. Человек не заказ. Ой, перчатки, честно. А почему не в перчаточках камеру-то вырывал? Скажем мне. Да, вот этот самый, буйный. Еще как девочка убегал. Человек, собаки, друг. Человек, собаки, друг. Это знают все вокруг. А вы мне не друг. Луи Витон такая плохая компания, что не выпускает сумочки даже вот по такой... Луи Витон самая лучшая компания. В каком мире? В параллельном? Для вас можно. А как вы думаете, может ли самая лучшая компания, ну, сотрудники, избивать людей? Кто вас избивал? Ну, может или нет? Вопрос-то простой. Нет, конечно. А почему так происходит? Я не знаю, консультация исключительно по продукции Луи Витон. Хорошо, у вас есть дерзкие, дрочливые охранники? Хотим парочку заказать себе? Продукция Луи Витона у вас есть? Ну, они у вас производятся, и мы просто не знаем, откуда они взялись. Мы подозреваем, что это продукция Луи Витона. Вот этот человек избил дерзкий, наглый, охреневший охранник. Вы можете вашим претензием в официальной форме. А мы уже предъявили. Предъявили. Что предъявили? А где книжка-то, чтобы предъявить официальное предложение? Книгу отзыва и предлагания. Здесь мы глаза попросили, да. Вот, к сожалению, девушка будет отвечать за это. Она пообещала, обещание не сдержала. Вы, я чувствую, начальница. Поэтому, наверняка, вам уже было доложено. Поэтому, будьте добры, выложите книжечку на стол. Мы будем все писать. Мы недовольные покупатели. Ну, потребители. Да, да. Вы просто обещаете рабочего. Я потребитель, я пришел за товаром в этот магазин. Я сказал, сумочку подбираю, вы что? Мы, в отличие от ваших сотрудников, вас не избиваем. Да. Или даже не собираемся. Лично вас. Вот, насчет некоторых людей я еще поспорил. О, вы сбить меня хотите? Я очень хочу, я честно скажу, я очень хочу, да. Я хочу, но это же незаконно, понимаете, я не нарушаю закон. Я Дед Мороз, я добрый. А с камерой можно... Да? А где? Ну, дайте здесь. Вы сказали, вы где? Вы за слова отвечаете, а не мужик или нет? Вы еще думаете, что не будет? Я думаю, нет. Вы только что сказали, что... Вам на монтаж красивый. Я просто думаю, вы слишком много говорите лишнего. Да, он не стоит вообще открывать. А-а-а. Не стоит вообще открывать. Он не понимает. Да. Он этого не понимает. Вот другие лица... Сейчас на долю подойдет. Что? Давай, давай. А сколько доли? А кто в доле? Девочка... Сколько? Какая доля? Может быть, мы поделимся тоже? Да. Ну, давайте дальше. У меня вот этот значок, вот я видел у одного шерифа... Солнышного городского слушает. Ну, что, зарубим все? Не заказаться. Зарубимся. Ну, а еще человек... Мужик сказал, мужик... Приглашай, давай. Кому? Меня. Пойдем туда. Алло. К золоту вон на татаме. Есть у вас специальное где-то... Помещение для... Послан, посылает, сейчас откроется. Послан человеку, сейчас откроется. Что ж вы людей посылаете? Ссылать людей... Ну, куда идти мне с вами? Ну, давайте. Мужик сказал, мужик сделал. Мужик, если сказал, не сделал, он не мужик. Давайте. Пойдемте, я с вами согласен пройти. Это жаль. Сейчас он с собой-то в полицейской. Полицейские, я не буду с ними ничего делать. Давайте с вами. Вы же хотите подраться. Давайте, пойдемте. Подраться? Ну, вы хотели подраться. Покурить с вами какого-то? Я что, дурак, чтобы курить с вами? Курить здоровье вредить. Никогда не курица, кроме я. У меня еще нет? Ну, съехал, в общем, с темы. Дружим оказался... Блин, Леха, я звоню, короля. Леха, а потом позвони. Леха, приготовь борщ и молчи. Честно, наверное, к вам не так вас ждал. На самом деле, чисто по-человечески. А у вас есть что-то человеческое? Да, а вот у вас нет вообще... Чисто по-человечески не надо избивать людей, тогда к вам не будут приходить с камерами, с толпами. Спросите у своих сотрудников, если вы тут работаете. Чисто по-человечески вообще. Ну, ненормально здесь. Если бы у вас не было ненормальных на работе, вот здесь, не было бы и вот этих вот людей, которые бы вы считаете. Мы с вами давно уже общаемся, да? Чего вот вы вот это, зачем мы устроили? А как себя вели ваши коллеги? Скажите, такую боль, которую принес мне охранник, я не помню, когда последний раз от боли кричал. Вообще, первый раз слышал. А вы увидите потом, что он сделал. Вы можете даже, если вы в ГУМе работаете, по камерам запросить, вон у той двери, да, дело было. И все. Вы по-любому смотрели? Смотрели, стерли. Или посмотрите. Когда это было? Позавчера, да? Да. Позавчера. Вы посмотрите? А затем? Чтобы вы знали. Чтобы возмездие должно. Каждое преступление несет с собой наказание. И все увидят, как тут людей избивают. И что? И как потом себя ведут. Какой битончик у нас отреагирует на это тоже интересно. Вот такая компания солидная. Сумочки там, они сами дешевые, да? И вот такое поведение быдлячье. Ну, мне кажется, не понравится. Не, вы как думаете? Если они, конечно, это одобрят, это тоже какой-то знак. Ну, все это пускай знают. Понятно. А вы уверены, что вот все люди, которые будут смотреть, они оправдают вашу ответственность? А вы почитайте комментарии и хоть один найдите про себя хорошие. Давайте. И про вас тоже много. Про меня? Много. Но где-то примерно 1%. Я готов терпеть. Я даже не удаляю. Спасибо, что признали. У вас просыпается разум, я смотрю. Я устал от вас. Вы хоть и охранник, но разум у вас начинает просыпаться. А почему? Потому что мы вас заражаем своими знаниями. Достали меня, да. Да ничего мы вам не доставали еще. Я, конечно, понимаю, где сотрудники полиции? Они бездействуют. Они закрылись в норе, в конуре закрылись. Я вас надлежащим образом уведомляю. Они закрылись, никуда не выходят, никуда не впускают, не выпускают. И дедушку так не впустили, представляете? Полицейские спрятались. Мы там выйдем и вот там будем продолжить. А вот чем тут вам не нравится? Ну, в гуми чего? Ну, вот красиво. Здесь как-то более располагает. Здесь место совершения преступления. А вы его киньте через себя. Вот Магомед был такой, да? Да. Да, вот Витя его ушатал. Магомедов. Люди не ушатал. О, простите, пожалуйста, с Новым годом вас. Вот, видите, люди. Просто вы на дороге стали люди пройти. Здесь нет дороги, вы что? У вас в магазинах дорог нет. Что такое дорога? Нет, ну в Луи Ветон могут быть белые дороги. Для движения автомобиль. ВПДД читайте, хоть иногда. Не надо курить. Нет, может тут белые дороги он имеет в виду. А, белые дорожки? Нет, ну в принципе, Луи Ветончик, да, тут такие. Кокаинно-героинно-дорожки могут быть, да. А почему вы не снимаете? Вы ввели бы видеофиксацию про нарушение нашей... Да, поверьте, во сколько камер снимаете, поверьте. Другой, да. Дайте мне арбалет, я вот хочу ту выработать. Да, кстати, автор разрешения дал. Разрешения-то нету. Я запрещаю вам снимать. Какой кошмар. Закон такой есть. А, по конституции, по конституции. А я против... А я не хочу, чтобы меня... Снимите камеру немедленно. Не надо меня снимать. А ты ее сломай. Вот тут охранники говорят, сломать можно камеру, если ты про. То есть мне потом за это руки сломают. Здесь же любят... А, то есть... Посетителям руки выкручивают. Тут правила распространяются только на посетителей, получается. Здесь только на посетителей. Здесь нарушителей не любят, а покупателей не очень. Понятно, понятно. Без закона. Можно закончить эту ситуацию буквально за 10 минут. Книга отзывов и извинения с дальнейшим увольнением этого охранника. И все. Ну, сейчас такое тут будет. Ничего не закончится. Так просто. Сейчас такое начнется. Вы все пожалеете. Пожалеем, да? Да. Ну что, пойдем, я думаю, предложим людям закончить это все. Да, давайте. Внучки и внучки, вы хотите, чтобы провокаторы с камерами покинули ваше прекрасное заведение? Хотите? Мы очень хотим, чтобы провокаторы покинули наш муниципал. Так вот, для этого есть очень простое решение. Принесение официальных извинений вот этому человеку, которого избили тут. Книга отзывов, в которой мы пишем отзыв. И, соответственно, реакция на этот отзыв, увольнение охранника минимум. Все. Все, больше ничего не надо. Это много? Ну, это вообще ничто. У вас в пастельном магазине или так, в Шарошкина контора? Будете принимать какие-то действия? Хотите без камеры? Мы общаемся, мы скажем, что это было. Мы не просто так сюда пришли, потому что там его там потерлись, понимаете? Перед вами консультантный магазин был готов, который был в эксплуатации, фон продукции. Если у вас нет подобных вопросов, то... А перед ним позавчера были врачи, скорая помощь и приемное отделение больницы. И жвачкой тоже. То есть вы неуполномочены решать данный вопрос, правильно? Вы не администратор. Нам просто главного в магазине обещали позвать, да. Другой человек найдет и пообщается с нами, принесет. Сейчас приедем. Полицию. Причем на полицию. Полицию мы разберем. А хотите, чтобы полиции за вас извинились, что ли? Ну, я вас за... За отчательных охранников. Я вас за видел. За отчательных охранников. Не, не, не. Не, не. Не огорчается. Что это? Собирать очень хватит. Не, ну я что-то неадекватное, что ли, предлагаю? Я не понимаю просто... Все верно. Пусть подойдут извиняться и... Они хотят решить вопрос этот, да? Пусть решают, как бы так. Никто не предлагает им драться, там, выходить махаться, там, и так далее. Просто предлагают человеческий путь решения конфликта. Я не понимаю вот это. Обычно культурно все... Такой магазин и такие, блин, вообще... Какое-то хамство. Не, на самом деле на этом ролике вы нормали, денег заработает. Ой, это я прям надеюсь. Так же, как Луи Виттон. Вообще, чёрт. Вырубить, кстати, музон этот посторонний, вырезать его за муссель. Да, жена, на вырезать. Надо ему отстегнуть. Ой, Борис. Женя, да? Вы Евгений, да? Евгений, а Борис Константин? Вы Евгений? Борис Константин. Я вам не обязан представляться. А, удостоверение тогда покажите свое, пожалуйста. Я Дед Мороз. Покажите удостоверение, пожалуйста. Свободен. А вы нет. Вы служите это слово. А вы всё видели. Вот вы-то нам и нужны. А, удостоверение ваше сказать. Нет, он не обязан показывать. Я гражданин России вообще. Ну, без разницы, кто вы. А я Дед Мороз, покажите. Возьмите с собой с лицензурной позиции. Обязательно. Тогда я не обязан. Тогда в новом году вас ждет грыжа и геморрой. Всё, свободно. Грыжа и геморрой. Грыжа и геморрой у вас имеется? Вечная карточка охранника. Как меня? Идентифицируйте, что за тело передо мной находится? Друг. Не надо защищать его. Он сам справится. Конечно. И с геморроем, и с грыжой в новом году. Да, всё нормально, всё он справится. Вот Дедушка Мороз мог бы вам пожелать чем-то хорошего. У нас рука. А так как... Всё есть. А так здоровья тоже много, да? Хватает пока. Пока хватает. Ну вот за то, что вы не нарушаете законы, нахуй страны, не уважаете граждан, будет вам грыжа и геморрой. Посмотрим. Посмотрим. А, поднять эту тему с таблетками. Борис, вы там не провоцируете. Борис, а вот этот человек что-нибудь тебе применял? Всё видел, смотрел. Ну вот, может, со спины где-то что-то делал, но я так особо не помню. Со спины, сзади, да? Видеозаписи надо просто смотреть. То есть, возможно, сзади подходил? Ну, он не он, а основной зачинщик. Не, ну, понятно, что не он. Ну, по крайней мере, он больше наблюдал. А вам нравится наблюдать, когда мужчины там друг с другом, это самое, схлёстываются? Нравится вам? А готовы? Повторить. Ну вот, то, что в прошлый раз было, готовы то же самое сделать. Да что было в прошлый раз? У вас же не было? Может, я был? Ну, расскажите. Вот был Женький был. Нет, Женький был очень. Был. У меня есть свидетели, я им, которые доверяют. Вы говорите, вы гражданин России. У меня нет оснований, не доверяют. Какой же вы гражданин России, если вы со мной на ты проявили? Какой у тебя Женька? Да с вами как? Женька, ну, хорошо. Ну, Ксюшка. Ксюшка? Да, может, ты Ксюшка? Хорошо, как лучше, Женька или Ксюшка? Скажем мне сейчас. Давайте мы будем. Как тебе описывают? Ключом ему, прямо в глаз ему, ключом. Ну, в глаз. Ну, вон, ключ так прям, держите. Маньяр. Я вам подсказываю. Мы вышли, знаете, что, языком потрепали, будто вышли на линию. Ну, давайте будем на линию. На линию. И там болтайте, стойте до утра. А мы что, троллейбус, чтобы до линии выказали? Я жду книжки. Мы заказали книгу отзывов, извинения заказали. А вот зачем вот эти значки, если там даже номера нет? Где? Вот, на значке ваших. Для красоты. Ну, то есть не для того, чтобы вас админифицировать, а просто для того, чтобы они были, правильно? Нет, нет. Просто у полиции обычно много. Вы не задумывались над этим, что это бесполезная штука? Ну, просто вам оно, наверное, тяжелое, вам тяжело, наверное, носить. Если говорить о бесполезности, то, например, у вас костюм бесполезный. Почему? Я несу людям радость. Вы сейчас всех Дедов Морозов страны оскорбите. Раз, возьмите. Книгу извинений. Книгу извинений. Книгу извинений? Вы мешаете, понимаете? Кому? Тут никого нет. Тут никто не ходит, все боятся ходить. Они сюда, посетители заходят, видят эту банку. Они видят эту банку. Они видят эту банку. Правильно. А вы как думали, если будете избивать людей? То что, к вам будут толпами ходить, чтобы покупать сюда? Нет, не будут. Ваш магазин будет стороной обходить и бояться. Кто вас избивал? Кто тебя избивал, Борис? В четвертый раз, вот скажи ему. В 25-й раз спрашиваю. Вот кто? Не доходите за работу. Который здесь работает. Да, здесь работает. Один из этой охраны, один из вашей охраны, который принял по зерновой насилию. Друг. Друг. Гумаска, я имею в виду, ваша гумаска, там есть охраны вот этого магазина. Многих же сейчас здесь нет. Сейчас. Они, естественно, его спрятали, либо он, может, не пересвенит. Поэтому, блин, там. Они всегда прячутся. Они всегда прячутся. Да. Вот, видите, мы в курсе. А, вы в курсе, да, ситуации? А, то есть вы применили еще слезоточивость, да? Да. Да, представляете? Когда человека избивают, он оброняет. Представляете так? Я не стал терпилой, а применил сама баллон. Нет, он струйный баллончик. Он не струйный баллончик. Не струйный? Если население воняло, то струйное. Воняло. Вам виднее. Вам виднее. Какие баллончики вообще бывают? Только говорили, вы не в курсе сразу. Сразу аэрозольный баллончик. Мне вообще не в курсе. Вы думаете головой? Вы сказали, не струйный, а аэрозольный баллончик. Ну, а только что говорили, я очень не в курсе. Так мне вот, это Марокин. Нет, он... Что, аэрозольный? Да, я ему сказал, что струйный. Вы пьяный? А он предполагил, что аэрозольный. Скорее всего, да. Ну, он сейчас просто чушь вообще реально. Выпил, да? Выпил, да? Сейчас он вам что-то говорит. А, ну выпил, в Новый год ничего страшного. Я даже поделюсь. А снимай здесь. Не, вот товарищи тоже снимите. А Жень, ты не вынес? Меня снимите. Жень, я здесь. Вернись на пол. Я Женя. Не, не, не. А что в женский отдел-то пошли? Я на сердце. Чтоб я на гонокер не накинулся. Вот. Молодец. Вернулся на пол. Давайте на пол. О, старые знакомые. Прапорщик Богданов, вы почему мне руку прищемили? Я вам руку не прищемил. Что вы врёте? Молодочек, видишь, что я вам руку прищемил? Нет, нет, нет. Как камера видела? Я, кажется, они пилили. Извините сначала, потом будет сумерз. Да, и ногу, ногу мне придавили. Не знаю, дверь за голову вам сами ногу подсунули. Почему заборы не подсунули? У меня пытался похитить камеру сотрудника этого магазина. Таких, по каким я вообще? Пойдёмте, покажу, если он не сбежал ещё. Показать вам? Что вы от нас хотите? Что вы от нас теперь хотите? Ну, человек хотел похитить открыто чужое имущество. Как вы думаете, что я хочу от полиции? Вы хотите заявить? Покажите на полицию. Я хочу, чтобы вы привлекли его к ответственности. Сказали, покажите на полицию. Да, я вызвал. Потому что поступила жалоба, что люди мешают торговым процессам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...